На афише Малого Театра в ряду привычных великих имен Островского, Чехова, Горького неожиданно появилось имя Сомерсета Моэма. У поклонников Академического Малого Театра это должно вызвать изумление и, как следствие, наверное, интерес. А еще может быть настороженность, поскольку режиссер новой постановки эпатирующий Андрей Житимкин. Спектаклю по пьесе «Круг» он дал название «Любовный круг», отметив тем самым чувственность, к которой во всех своих работах режиссер неравнодушен. В главные роли на сцену вышла прима Элина Быстрицкая. Сообщает наш корреспондент Елена Васильева. Приступить черту, войти в замкнутый круг, ошибиться и посмеяться над этими ошибками, подчиняясь лишь одному закону – любви, любви к театру, разному классическому, эстетскому, экспериментальному. Этим сегодня по-хорошему грешит Малый. Отсюда и совершенно неожиданные, казалось бы, режиссеры и авторы. Я думаю, что поскольку это впервые в истории Малого Театра Сомерсета Моэма, которую раньше в комнате называли буржуазным, и его проблематика не признавалась, сейчас это абсолютно в сериале нашего времени. Я думаю, что этим и было продиктовано приглашение и предложение. «Любовный круг» – это звездный состав, это красиво на грани фола, это ироничная драматургическая история и история возвращения королевы театра. Это первая, за последние пять лет большая и, надо сказать, весьма необычная и непривычная роль Элины Быстрицкой. Так, вы играете или разговариваете о политике? В моей игре разговор не мешает. Ее игре действительно ничего не мешает. Леди Китти «Чемпион Ченни» – это роль примы. Сказать, что Элина Быстрицкая наслаждается этой драматургией, купается в ней, значит не сказать ничего. Как говорит актриса, такой роли в ее актерской судьбе еще не было. Может быть, потому что, ступая след в след устоявшемуся амплуа героини, режиссеры проглядели в этой актрисе характерность, авантюризм. Как бы то ни было, Андрей Житинкин при распределении ролей в «Леди Китти» видел только Элину Быстрицкую. Я думаю, что это все продиктовано автором, потому что это Сомерсет Моэм. И это может быть из ряда тех драматург, которых я просто обожаю. Обожать действительно хорошую драматургию Андрей Житинкин приглашает и зрителям. Красивая, точно выверенная сценография. Четко и филигранно сделанные мелкие детали интерьера подчеркивают масштабность и мимолетность голубого неба. И облаков, которые все время летят и летят, и не могут остановиться. Нюансы предсказуемы. Неожиданны. Быстрицкая, Бучкарев и Клювов. Неожиданны. Житинкин в таком ведении с малым театром. Елена Васильева, Дмитрий Александров. Служба информации телеканала Культура.